Время – это вина футболистов? Время – это вина футболистов? Внутри коллектива образуется какой-то нездоровый микроклимат, потихонечку моменты по частям собираются и отсюда идут какие-то неудачи. И поэтому третий круг Ордовасы не так ровно сыграл, как, допустим, первые два. Ну, разговаривал буквально сегодня с президентом и, как и обещали всем футболистам, до конца месяца, до конца месяца ноября все долги закроют. Нет, мы не только я, всей командой у нас было собрание, собрание как и с руководством клуба собрания, так и отдельно футболисты, ребята. И поговорили нормально, пришли к общему знаменателю, нашли выход с этой ситуации и закончили чемпионат. Не выходили две тренировки. После того, как встретились с президентом, дали нам обещание конкретное, что такого-то, такого-то все будет закрыто. И поговорили с ребятами. Все-таки, в первую очередь, мы играем для болельщиков. Для болельщиков и не имели права не выйти на футбольное поле, на игру. Тем более, это была последняя заключительная игра домашняя, где готовилась церемония награждения перед своих болельщиков. Поэтому вышли на поле. Несмотря ни на что. Но впечатления смазаны? Ну, конечно, смазаны. Всегда же хочется, чтобы все гладко, но гладко никогда не бывает. И поэтому чуть-чуть концовка была смазанная. Да нет, такого не было, чтобы он избегал. Он всегда был на связи. Если его не было в городе, то он всегда был на связи. Всегда мог позвонить или капитан команды Азат Нургалеев, или я, и поинтересоваться, спроситься. Он всегда был на связи, никуда не прятался. До середины декабря. Сейчас я отдыхаю. Я думаю, к середине декабря все прояснится. Ну, для себя то, что все команды в Казахстане с 15 декабря начинают такие подготовительные, втягивающие сборы. И я тоже думаю, в какой команде буду, уже с 15 декабря, я думаю, приступлю уже к тренировке, уже с полноценным контрактом на руках. На тренировке появилась сейчас возможность хоть ездить, смотреть, оценивать, как растет, не растет он. И разговариваю и с тренерами, и разговариваю с руководителями Академии, что не только он, и именно их возраст. 2008 год, наверное, такой самый сильный по своему году. Не только в Алматы, но и в Казахстане. Поэтому у этой команды, если она этим составом будет на протяжении нескольких лет играть, хорошая команда получится. Ну, не знаю, знаете, скажу одно, не буду говорить о нем плохое, скажу только хорошее. Когда работал Васильев в команде, Дмитрий Пантелеевич, он сделал, для футболиста делал все. Никто мне не даст соврать, футболист, который находился в Ак-Тюбе, ни в чем не нуждался. Для футбола он делал все. Начиная со сборов, начиная с полей, с отелей, и заканчивая на базе. Все было и питание. Он сделал, он сделал, он выделил финансы на медперсонал, на медицинский кабинет. В Ак-Тюбе, наверное, после футбольного клуба «Кайрат», наверное, самое лучшее оборудование в Казахстане по медицине. И это сделал все Васильев. И ни один футболист не нуждался. Какие-то проблемы были, он действительно решал. Он все делал для футбола. Единственное, его, по-футбольному говоря, пена была, то, что он начал со всеми ругаться. Если бы он не ругался ни с кем, я думаю, он до сих пор бы сейчас работал. Я думаю, нет. Просто там в документах какие-то неполадки были, у нас было. Конкретно не знаю, но не думаю, что это произошло. Ну вот говорили, что единственная его ошибка – это то, что он ругался. Ну, ты… Сам на себя гонил. Да, то, что он ругался с журналистами, с этими. А так, я еще раз повторю, футболист ни в чем не нуждался при работе, когда Дмитрий Пантелеич был в команде. В первую очередь, наверное, дебют при Ваиде Хамичи Талгаеве в Иордании, наверное. Хотя я до этого еще вызывался на сбор в 97-м году, когда тренер был Алексеевич Горохов-Дацкий. Нас собирали на базе как раз с Кайрата, на Каблукова. Вот, это перед азиатскими играми были в Таиланде, что ли, в 97-м году. А вот официальный матч, наверное, в Иордании, ну и, конечно же, памятный. Уже столько времени прошло это в Сербии. Хотя для меня каждый день проведен в сборной – это, наверное, и не только для меня, для каждого футболиста. Потому что это мечта каждого казахстанского футболиста – попасть в сборную. Потому что сколько футболистов, а в сборную всего вызывается 25-30 человек. На официальный матч еще меньше. Поэтому каждый день проведен в сборной. Помню. Даже сейчас. Нет. Вообще не было такой. Нет. Ну, у меня постоянно там было много друзей, журналистов. Я со всеми общаюсь. Все говорили, ну, это была не какая-то цель. Просто играл. Там, если бы, например, сколько у меня, сколько в сборную я не вызывался. Например, при шторке, да, при Биранике, плюс перелом полтора года. Наверное, эти годы, если бы я играл, уже за сотню было бы точно. Ну, у каждого тренера свое видение на футбол. Вот. Тот же Бираник, например, Нурбол уже Маскалева тоже не вызывал. Нурбол – легенда нашего футбола, да. Многие, когда, например, тот же Тимофеев был, он тоже поначалу Нурбола не вызывал. Вот. У каждого тренера свое видение, у каждого тренера свои схемы. И по этой схеме он не выбирает футболистов. Поэтому никаких обидов нет. Соглашусь. Я думал, что вы мне зададите этот вопрос. Кто, на ваш взгляд, скажу, да, после Пайперса. При Пайперсе другое поколение было. И как раз все мы были в таком возрасте, 26-25 лет, и это поколение было. При Красножане Юрию Анатольевичу был и сплав и молодости, и опыта. И я считаю, лучший тренер после Пайперса за всю историю нашего футбола. И не хочется обижать других тренеров, которые работали. Но все же этот человек за короткий срок показал, поменял ментальность футболистов. Научил тактически играть. Каждого, например, игрок, выходя на замену, ему ничего не надо было объяснять. Он знал уже, как надо действовать в той или иной ситуации. Поэтому там закрытыми глазами можно было любой состав ставить. Сто процентов. Опять же, повторюсь, не хочу обижать других специалистов. После Чехии, после Чехии, да, там разговор был с ним серьезный. Когда при счете 1-0, когда Бауржан вышел, и Баторик на одного защитника, и Бауржан, Джулсуев не отдал пас Баторику. Да, тогда после этого, конечно, был разговор. Серьезный. Ну, для себя я, конкретно для себя, я очень много в тактическом плане подчеркнул. Я думал, я уже в футболе знаю все. Оказывается, я знаю мизер по сравнению с Анатоличем. И самое интересное, знаете, он очень доступно объясняет. Есть тренера, которые объясняют, и они сами не знают даже, что они объясняют, чего хотят от игрока. Красножан объяснял так, что до каждого доходило игрока. Потому что есть такие игроки, кто-то схватывает как губка, а есть игроки, до них надо очень долго доводить эту информацию. Но Красножан доводил так, что доходило до всех одновременно. И все понимают. У вас удивляет, что он сейчас не был предупрежден? Очень удивляет. И я не знаю почему. И мне удивляет, почему он знает наш футбол вдоль и поперек. И он бы в любом клубе пригодился. Я не знаю, почему он не приглашает. Ровно шли весь чемпионат. И я думаю, две игры на выезде с РТШом, когда они сыграли 1-1 и дома опустили АТРАУ. Вот эти вот золотые очки, они в этих матчах потеряли. А смену тренера, какие-то слоги внутри? Нет, там такого не было. Я повторюсь, вот эти ключевые игры две, которые в концовке сезона важные. Дома с АТРАУ есть. Ну, здесь будет некорректно обсуждать действия руководства клуба. Потому что они вправе решать, кого убирать, кого приглашать. Просто скажу одно, что Вайс это топ-тренер. Руководство делает все, чтобы порадовать своих болельщиков. И наконец-то добиться этого результата. И я думаю, на следующий год сделают все. То, что, благо, хорошо сохранили своих лидеров. И Саэля, и Аршавина. Потому что это очень две важные фигуры в команде. Единственное, да, то, что уход Жерера гол, он сейчас поднял планку. И теперь, какой нападающий не придет в Кайрат, будут сравнивать именно с гол. Я думаю, тяжело будет такого нападающего найти. Поля всех заставить делать. Потому что я 20 лет назад начинал на каких полях? На огородах. И 20 лет прошло, я заканчивал практически на таких же полях. Как были поля хорошие на юге и в Алматы, все, больше нигде нет. Ну, дешевле, по крайней мере, чем праздновое день рождения у нас в Казахстане. Поэтому такая традиция сложилась, что пришел. Да, очень много приезжают. Кто-то бывает, пишут, что далеко. Простые болельщики, я даже знать не знаю их. Не знаю, что-то с супругой сидели. Давай, напишу пост, пригласим. Вот, последний день рождения. Не только болельщики, и футболисты, все ребята. Тарумис Кремович из Литовиц отдыхал. Потом ребят с Узбекистана приехали. Кападзе, Бикмаев, Джиперев тоже прочитали. Все приехали. Ну, очень приятно было. Максимальное время, которое вы получали? Максимальное? Да. 30 тысяч? Вот. В Турции. Собаку купил здесь. Заработал, но у меня все, но в недвижимости. Дом купил, квартиру купил. Не секрет, помогаю родственникам. А так, ну, заработал за 20 лет. Конечно, заработал. Сейчас, действительно, эта игра покажет, у кого какой чемпионат. Хотя, скажу, в плане инфраструктуры, полей, узбеки от нас очень далеко ушли. Смотрю. Смотрю. Соф karşехи. Устан ende. Смотрю. toart. Прик flip. Устан.